Так, ну что, ребят, всем привет. Естественно, волатильность у нас была повышенная из-за новостей по поводу ETF. Ну, конечно же, большинство трейдеров побыли в обе стороны. Ну и давайте посмотрим индекс страха и жадности на уровне 73, то есть никак он абсолютно не менялся. В моменте была вчера жадность 76, ну, может, искусственно создают эти индикаторы, да. Ну и, как мы понимаем, здесь глобально ничего не поменялось. Если посмотреть по ликвидациям, естественно, сбыли лонги плюс шарты. Ну и вчера была пиздарванка уже 150 лямов почти лонгов и 80 лямов шартов. В отрасли с применением искусственного интеллекта набирают все большую популярность. И криптомир не стал исключением. Хочу познакомить вас с одной из лучших систем стейкинга эфириума, в которой применяется искусственный интеллект, что позволяет сервис TheStake.io ввести очень выгодную для инвесторов стейкинг-стратегию. Именно здесь каждый желающий может получать от 4 до внушительных 10% к своему депозиту и иметь возможность полностью им распоряжаться. Я уже опробовал неслововым отделом платформу TheStake.io и уверенно советую ее своим друзьям. Сейчас моя инвестиция в TheStake составляет уже 4600 долларов. И каждый день, я инвестирую в средства, я продолжаю увеличивать свой вклад. Поэтому приглашаю всех расти вместе со мной на сервисе, в котором ваши средства действительно работают на вас. Поэтому имея железные гарантии надежности инвестирования. Ссылка на TheStake.io в описании под роликом. Естественно, было ожидаемо-очитаемо. Ну и, конечно же, рабы системы ожидали, что вот примут. Ну, я не знаю, надо быть олега френом, чтобы в это верить. Но, по факту, как мы понимаем, ситуация была следующая. То есть, у нас сек, ну, Герри Генслер, да, сказал, что аккаунт Twitter Sec.gov был скомпрометирован и был опубликован несанкционированный твит, что якобы все одобрили, да, и комиссия по ценам-магам не одобрила листинг и торговлю с платово-переживыми продуктами. Ну, короче, ETF не одобрили. Было это вчера в полдвенадцатого ночи. Естественно, когда там СНГ все спит уже практически. Ну, обычно они специально такие моменты делают. Это вот поздно вечером все это было опубликовано, вероятнее, все отложенным ордером, да, ну, скажем так, вот, отложенной публикацией. И вот у нас была, что самое забавное, 23.26 говорит, что ничего не одобрила. Ну, а вот здесь потом они через буквально там 16 минут сообщают, что аккаунт был взломан, пост они тут удалили. И было опубликовано несанкционированное сообщение. Комиссия не одобрила листинг. Ну, и, как мы понимаем, естественно, скажут, что вот. И самое интересное, пишет чувак, что была ли действительно запись, ну, вот эта скомпрометирована, да, и учетная запись, ну, и по факту, или это был подготовленный твит, чтобы при дождевременном опубликован кем-то. Ну, помните, как тогда вот это фейковое одобрение опубликовали, а потом сказали, ой, а это у нас типа того, что взломали твиттер. Ну, конечно же, можно сослаться на взлом, а не то, что это была спланированная акция, да. Поэтому, ну, как на самом деле было, я думаю, вы сами сделайте выводы, можете написать в комментах. И, по сути, говорю, что будьте осторожны, что читаете в интернете. Лучшим источником информации о сек является сек. Вот, это они говорили еще 16 октября. Ну, это типа рофлят с этого. Кто разрешил доступ к учетной записи, существует разница, а вам необходимо быть прозрачным с инвесторами. Ну, и по факту, конечно же, тут написал чувак другой, что как вы собираетесь защищать инвесторов, да, в плане там, ну, якобы признавать ценными бумагами разные криптовалюты, что типа вот мы их там контролируем, мы их там проверяем, если не можете защитить даже свою учетную запись твиттера. Ну, и вот типа рофлят безопасность аккаунта сек, ну, типа того, что какая-то палочка там стоит вообще от чипсов, да. И по факту вот это их безопасность. Ну, и говорит, что, а как вы думаете, откуда мы знаем, что не был взломан ли аккаунт Гэри Генслера на самом деле, и он ли это написал, да, понимаете. Ну, то есть я думаю, что ничего не взломано, все это, естественно, вбросы. По большому счету, все это, вероятнее всего, могло быть запланировано. Ну, не ручаюсь говорить, да. Но, в принципе, как мы понимаем, на самом деле, как на самом деле было, я думаю, всем и так все понятно и очевидно. Как до этого была фейковая новость, так и сейчас, скорее всего, все вот так вот произошло. Ну, и потом, уважаемые эксперты про биткоин ETF, не могли бы вы сообщить мне сроки, когда ETF будет одобрен, чтобы мы могли подготовиться к его запуску. И также хотелось получить объяснение всех различных документов, просто убедиться, что мы все сделали правильно. Ну, это у нас говорит еще один там чувак, да. Потом Питер Шрифт называет биткоин ETF спекулятивным казино. Вот. Ну, и, соответственно, говорит, что это спекулятивные инструменты. И в очередной раз всколыхнул вводы биткоина. Ну, и давайте посмотрим, что же он написал по поводу этой всей темы. Я говорю, что принятие, ну, несколько спотовых ETF может произойти завтра, поскольку биткоин потерпел неудачу, как цифровая валюта. Его единственный аспект был связан со спекуляцией. Есть надежда, что ETF откроет дверь, которая позволит новой группе игроков войти в казино. Ну, и, по сути, говорит, что никто не сделал больше, чтобы убедить меня купить биткоин, чем вы. Спасибо за анализ, но типа делай наоборот, да. Я думаю, просто надеюсь, что не будешь винить меня в своих потерях. Вы можете понять проблему. Ну, конечно, лучше же золото на хрях покупать, правильно, да. Вот. Поэтому, ну, и как мы понимаем, что Бейтсевая кобыла, его чувак скидывает, что биткоин самой большой по доходности. Поэтому мы понимаем, что Питер Шрифт и, как мы знаем, там, ну, насколько я помню, его сын там, да, он покупает биткоин. Поэтому, что ж он своему сыну на рабоучение не читает. А зачем тогда, ну, это вся клоуна, да. Вот. И Джим Крамер совершает крупный биткоин-разород. Стоит ли биткоин, ну, говорит, что беспокоится. Ну, короче, перевод корявый, да. Утверждая, что здесь и останется. Сказали, что роста не будет у нас, Джим Крамер говорил. Ну, а как мы понимаем, естественно, у нас движение пошло. Ну, а потом он переобулся, сказал, что биткоин гуд технология. Там кто-то ошибается, да. И типа ошибался там зам Баффета или Баффет сам. Ну, и по факту потом после этого биткоин свозили вниз, повыли лонги. Насколько вы помните, да, это был, получается, вот этот вот день, когда это было 3 января и побыли лонгов на 600 миллионов почти. А потом Джим Крамер уже переобулся и 9 числа, буквально вчера, сказал, достигла максимума. Ну, и как мы понимаем, по цене, конечно же, как только он это сказал, сбыли шарты на следующий день. Ну, в тот же день и на следующий за день до этого. Поэтому вполне это было ожидаемо. Ну, и у нас Джон Диттон высмеивает странный прогноз Джима Крамера. Ну, и по сути, как мы понимаем, скажут, что славные новости в буквальном смысле купил еще больше биткоина. Ну, и типа того, что, как мы понимаем, что, я не знаю, купил он либо нет. И перед этим он сказал, что вот биткоин достиг максимума, ну, а Джон Диттон над этим поржал. Потом у нас Standard Chartered. Вышла новость вчера вечером, что прогнозирует биткоин по 200 тысяч после одобрения ETF. Ну, не то, что в тот же день, понятное дело. Они говорят, что к концу 25-го года, то есть, понимаете, раньше они орали, что вот ETF примут и биткоин там будет стоить, я не знаю, 100 тысяч, 200, 250, 500 тысяч, 700, там, я не знаю, лям. Но по факту мы понимаем, что этого не будет. Ну, и биткоин вырастет до 200 тысяч к концу 25-го года. Вот эта новость. И, как мы понимаем, конец 25-го года это что, ребята? Это конец буллрана. Потому что обычно после ханга полтора года проходит, чтобы, ну, биткоин достиг пика и, ну, буллран закончился, да. То есть, полтора года, ну, а это конец 25-го. И, по сути, они закладывают уже вам в головы, что, ребята, биткоин будет стоить выше сотки, там, выше 150. Но мои ожидания, он будет стоить сотку, скорее всего, с большей долей вероятности. И пик буллрана, мое мнение, будет от 140 до 150 тысяч. Ну, как мы знаем, круглые отметки могут не дать, поэтому я бы ставил бы 140, а может даже и 120 тысяч. И не ставил бы завышенные ожидания. Вот, ну, мое мнение, 140-150. А вот эти 200, 250, 500 тысяч, и тем более лям, ну, это ахинея. И это будет то же самое, как это отрубили об этом в семнадцатом году, как это говорили в двадцать первом году. Ну, и потом, ребята, уже заранее закладывают. То есть, заблаговременно за год, да, до пика буллрана нам рассказывают, даже за какой год? За два года до этого нам рассказывают, что, ребята, будет 200 тысяч специально, чтобы хомячки не продавали, а держали еще дальше. Ну, и, естественно, на FOMO будет это все больше раздувать, и как только биткоин пробьет отметку 100 тысяч, будет рассказать, ребята, это будет 150, будет 200, 500, миллион, там, не надо продавать, ты что? Ну, и потом, конечно же, рабы системы на это поведутся, ну, и начнется 26-27 год уже медвежка. Поэтому заранее, видите, уже ложные убеждения закладывают, что типа 200 тысяч, и опять круглая отметка, да, первая, как мы знаем, их не дают. И даже если 180, то их, скорее всего, тоже не дадут, я думаю, понятно. Поэтому не питаем иллюзии и понимаем, что нами пытаются заблаговременно внушить на будущее, да, и сманипулировать. Binance Research показывает, что связанные с АИ проекты привлекли 300 миллионов в 2023 году. Ну, и по факту, вот такая вот у нас статистика. Далее у нас в Минцифре отметили безопасность биткоина для экономики Украины. Ну, и сказали, что не признают крипталюты платежным средством и не несут угрозы у нас, получается, традиционной экономики. Ну, и по факту, как мы понимаем, уже везде освещают эту тему. И, как мы понимаем, что в долгосроке, естественно, ну, это все сводится к тому, что надо покупать биткоин, да. Ну, не в долгосроке, а вот в текущий момент даже. Команда Ninja Alerts у нас запустила эмулятор Super Nintendo в блокчейне биткоина. Тоже позитив для биткоина, да, типа, пора покупать. Вот, естественно, шартистов побыли. Блокчейн Ассоциация раскритиковала приложение Элизабет Воррен. Выступила против приложения о пристальном внимании к найму госслужащих криптокомпаний. Ну, типа, против регуляции. Но по факту мы понимаем, что регуляция так и так неизбежна. Ванек выделил на спотовый биткоин ETF 72,5 ляма, а блокрук 10 миллионов. А как же 10 триллионов, как нам говорили, да. Но по факту, что блокрук направит на запуск ETF 10 миллионов. Вот многие такие, да, 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 сейчас запустишь, сейчас биткоин там взлетит, ух. Но по итогу нихуя не взлетел. Где же там лимон за биткоин? Что-то нету. Вот сообщество Космос начало голосование о снижении инфляции до 0%. Ну и, по сути, стартовало голосование. И будет проходить оно с 9 по 23 января. Ну, давайте глянем. Тот же Космос Атом. Я его рекомендовал покупать. Сейчас коррекция уже произошла. Те же там в моменте 30%. Ну, сейчас около, получается, 20. Ну и, в принципе, можно ли сейчас докупиться? Пока что еще можно. Но имейте в виду, что могут свозить ниже в макте на понижение ставки. Поэтому будет это снижение, либо нет. Это время покажет. Но пока Космос в боковике можно купить в долгосрек. Но имейте в виду, я не жду тут лютых иксов. Мое мнение, это 5-10x по данной монете. Потолок, да. Может быть, что-то она и покажет больше. Но я особо надежд не возлагаю, скажем так. Потом далее у нас была интересная новость, что аккаунты Twitter, да, Netgear и Hyundai корейские взломали для продвижения криптоскама. Ну, не знаю, взломали, либо нет. Ну, как бы, такие вот дела. Потом миссия BitMEX, да, по отправке биткоина на Луну оказалась на грани провала. И отправили один биткоин на Луну, ну, я не знаю, с Алиэкспресса за 10 долларов. Однако миссия может обернуться. Ну и по факту там что-то не хватило топлива, насколько я помню. И, как мы понимаем, капсула времени, в которой запечатана одна из самых значительных инноваций. Ну и, по сути, вот, согласно изначальному плану, шаттл с кошельком должен был приземлиться на северной стороне Луны 23 февраля. Однако 9 января появились сообщения об утечке топлива. Ну и, по сути, у нас нарушился механизм центровки в двигателе. Ну и для поддержки маршрута работает в усиленном режиме. Но, опять же таки, имейте в виду, что вот эти все картинки и запуски можно вообще сделать с помощью искусственного интеллекта. И могут запуск вообще никакой не проводить. Тем более, с искусственным интеллектом можно и дипфейки делать, и все остальное. Поэтому, как мы понимаем, можно куча фейкового всего делать. И сейчас будут многие этим пользоваться. Даже обычные пользователи. Эксперты отметили перспективные аэрдропы 24-го года. Ну и, по сути, это у нас StartNet, LX0, MetaMask и от других. Ну, проект по автодропам, я уже рассказывал, аэрдропы, да, которые можно получать. Уже 17 аэрдропов у нас имеется. Это проект от Legends Group. Соответственно, переходите в телеграм-канал мой. Там вся есть инфа. Найдете посты и, соответственно, перейдете, зарегистрируетесь. Подписка стоит 99 долларов на один аккаунт. Это копье, чтобы получить там 5-10 тысяч долларов на выходе. Самое минимальное, да. Опять же таки, гарантий никаких нету, естественно, потому что все скам, все пирамиды, как мы понимаем. Но, в принципе, 17 дропов. Один, я думаю, как минимум выстрелит и окупит вложение в целых 99 долларов. Это же такая большая сумма, да. И примеры вообще исторической доходности по инвестициях на ранней стадии. Вот Матик сколько отдавал. 110 тысяч процентов Солана, 130 Шилл, 107 тысяч Заграф, 11 тысяч Эвлендж, 30 тысяч Флоу, 43 тысячи Мутабл-Х, 9400, Оптимизм, 21500, Гнозис, 288, Галакси, 2500. Поэтому такую доходность вполне можно было получать. С тысячи долларов сколько было бы на хаях. Можете посмотреть вот эти суммы. Ну, опять же, понятное дело, может быть, кто-то и станет миллионером, но это для тех, кто заходит на самом старте. Мы зашли в эту тему еще 3 сентября. То есть уже 4 месяц, почти полгода я освещаю данную тему. Но многие про нее даже не знают и не хотят участвовать. Но потом будут заходить на хаях, когда уже иксы прошли. Ну, я вас предупредил, а там дело за вами. Эксперт спрогнозировал формирование премии по спотам Bitcoin ETF уже. Ну, опять же, ментальная мастурбация продолжается, да. Открытый интерес по Bitcoin фьючерсам на CME достиг рекордных значений. Ну, как мы понимаем, естественно, все трейдят в преддверии ETF. Ну, как мы понимаем, когда данные там от ФРС, либо там по ставке, по инфляции, либо там по тому же ETF. Ну, как мы понимаем, пиздорванка в две стороны. Ну, в принципе, так оно и произошло. Потому что, особенно по Bitcoin с эфиром, да, но многие, естественно, недооценили. И, как мы наблюдаем, вот у нас движение туда-сюда на 7%. И, конечно же, побыли и тех, и других, как мы понимаем. Ну, вполне было ожидаемо. Bitcoin оторвался от NASDAQ, благодаря ожидаемых запусков ETF. Ну, и по факту, вот типа, у нас пошел он сильнее NASDAQ, но по факту уже цену спустили обратно вниз. Ну, если глянуть NASDAQ, что у нас происходит, как мы понимаем, идем закрывать гэп. И после этого, я думаю, будет дальнейший дампец. Дальше у нас тот же Dow Jones, допустим, тоже пошел уже на перехай. Если это IQ, посмотреть, тоже на перехай идет. Закрывает тот же гэп, который был до этого. СНП аналогичная ситуация, как мы понимаем. И потом, соответственно, давайте глянем индекс доллара и по доминации биткоина. Индекс доллара продолжает расти, но при этом СНП тоже продолжает расти, забавно, да. Доминация биткоина пошла на снижение, то есть небольшое, я так понимаю, снижение и переливчик в альты, да, в тот же эфир. BNB доминация стоит на месте, доминация по альтам начала отскакивать и, в принципе, могут переливчик сделать. Но я не думаю, что это прям лютый альтсезон какой-то. Ну, доминация USDT стоит на месте, а может даже и подрастает, да. Ну и потом, соответственно, что у нас еще Fox Corporation и Polygon Labs запускают платформу у нас Verify для защиты авторских прав. Ну, в долгосроке для MATIC, естественно, это позитив. Покуда многие паникуют, что типа вот там Grayscale отказалась от него, то, как мы понимаем, естественно, на коррекции можно его и нужно добирать даже сейчас. Но, опять же-таки, более точные рекомендации в закрытом клубе, когда мы закупаемся. Ну, мы закупались еще в октябре на донных отметках, можно было это сделать вместе с нами. Ну, а там как хотите, вот. Потом стала известна предполагаемая дата начала торгов Bitcoin ETF. И давайте же глянем, когда же это будет. Нам сказали, помните, 11-го, потом уже перенесли на 12-е. Ну, и вот тоже лобберую, что 200 тысяч долларов. Ну, и по факту, ну, по точным датам говорят, что наступит четверг от 11-го января, вот уже завтра. Но, по факту, и ждем Bitcoin по ляму, да. Первый анборинг, сроки рассмотрения заявок на Bitcoin ETF могут быть перенесены. Ну, вот уже начинаются новости. Ну, и, конечно же, говорит, что инвесторы ждут решения 10-го, но говорит, что может Сек отложить рассмотрение этих заявок. Ну, и по факту, как мы понимаем, надеется, что ошибается. Но допускает, что Гейгенслер может дать еще один шанс для отсрочки. Ну, скриньте отсрочат и, соответственно, и отсрочат, и отсрочат. И, соответственно, после этого отложат опять на потом. Американские чиновники добиваются идентификации пользователей DeFi-проектов. Ну, естественно, это пугалки по поводу того, что все там будет регуляция, централизация, там верификация DeFi-проектов. Ну, как мы видим, тот же самый АЭФ уже ниже не падает. Тут формируется похожая формация, как голова-плечи. Ну, вот по поводу сервии тоже можно докупаться. Я уже об этом тоже неоднократно говорил, поэтому монета на дне. Uniswap тоже ниже пока что не пускают. Sushiswap давайте посмотрим. Аналогичная ситуация. Cake. Давайте глянем. Ну, Cake продолжает падать пока что. Ну, на локальном хае такой себе брать. Что у нас еще? По поводу BSV можно брать с текущих. Что по поводу Compound? Compound аналогичная ситуация. Можно докупать. Ниже могут и не дать уже. Но, опять же таки, на понижении ставки посмотрим. Maker уже знал около 3,5 иксов. Ну, как бы закупать на хаях такое себе. Почему я не закупал вот здесь? Потому что не посчитал нужным, а не посчитал нужным. Потому что, ну, данная монета уже, скажем так, себя проявляла. И, ну, закупать как бы по таким отметкам, ну, не знаю, для меня такое себе. То есть, когда она дала уже несколько иксов. Ну, такая себе, что называется, да. GRT у нас скорректировалась. На те же там 30% в принципе можно добрать. Ну, в идеале, конечно, надо было брать до этого. Вот. По поводу 1 ича. Видим, ниже тоже не опускают данную монетку. Что у нас еще? Адекардана. Адекардана продолжает корректироваться. По поводу Алгоренда тоже многие спрашивали. Тоже продолжает падать. И уже скорректировалась на те же там 30%, что также отлично. Anthology многие там орали, кричали, что вот там, соответственно, Anthology. Ну, вот коррекция те же там 40%, поэтому в принципе хорошая точка для захода. Но имейте в виду, что ниже могут спустить. По IOT тоже 40%. TTT Fuel давайте посмотрим. TTT скорректировалась тоже 30%. Ну, я говорил, что минимально такую коррекцию мы увидим, но можем увидеть еще больше. Но имейте в виду, что дадут ли это под вопросиком. По поводу XDC давайте посмотрим тоже консолидация на одном месте. Verge, которая, кстати, приняла стандарт ISO 222. Накопление люто ниже, скорее всего, уже могут не дать. Поэтому тоже будьте к этому готовы. Я об этом тоже неоднократно уже рассказывал. Поэтому данная монетка имеет место быть в вашем портфеле. Пристально наблюдаем за ней и смотрим, что будет в дальнейшем. Что еще? Doggy Shiba, которые никто не берет. Ну, Doggy Shiba даже сейчас уже скорректировались 30%, поэтому я не считаю ошибкой их брать сейчас. Но имейте в виду, что ниже также могут они сходить. VazerX. Ну, VazerX можно из текущих добрать. Вероятнее всего, ниже могут уже не дать. Таково отлично скорректировалось и так. Тоже, как мы видим, уже особо ниже не дают. SafePal. Ну, особо коррекции не было. Но те же 25%, я говорил, что монету сильно удерживает. Поэтому надо иметь в виду. По поводу Neo и Qtum тоже коррекция около 25-30%. Китайские две монетки тоже как раз таки с искусственным интеллектом. Тот же Neo связан. Поэтому тоже за него неоднократно говорил. По поводу Evalanche. Нам многие спрашивали. Ну, продолжает корректироваться. Пока что тоже не спешу. То есть некоторые, видите, откупают, а некоторые падают. Поэтому тут может быть небольшая раскорреляция по данным монетам. Ну, 30% уже мы увидели. Поэтому тоже неплохо. EFERX продолжает пидорить наверх. Потому что тоже, типа, якобы у нас там одобрение, неодобрение. Не знаю. EFERX классик почему-то внезапно там решил подзборить ланги шарты. Ну, опять же таки, это все тоже такое. Власти города Проспера в Гондурасе признали биткоин расчетным средством. Тоже позитивы нагнали, да. Потом топ-10 перспективных крипталют в этом году. Ну, это какие-то щитки. Как мы понимаем, Доги, да. Солана дала уже EFER. Ну, я давал перед этим. До пампа вот этого недавно. Волл-стрейт Мемес, кстати, тоже я давал. Многие недооценивают. Вот эти три крипталюты, я вообще не знаю, что это за монеты. Ну, и биткоин на хаях такое себе в преддверии ETF-а, типа, брать, ну, не очень. Вот, биткоин фонд GBTC от Grayscale опередил по объему торгов почти все ETF-ы. Ну, тоже позитив, да. Криптоком наградит биткоином стейкеров EFER и Solana. Ну, как мы понимаем, естественно, это все вбросы для того, чтобы заходили на хаях. И, как мы понимаем, вот у нас Solana уже продолжает падать по поводу ченлинка. Ну, тоже консолидация, падаем вниз. Что еще такого интересного? Далее у нас новые комментарии сек по заявкам на биткоин ETF. Не отсрочат решение 10 января, говорят. И по факту, говорят, что опубликовал дополнительные комментарии. И, говорят, что реакция среди инсайдеров неслыхана. Ну, и когда документы отправляются утром, комментарии даются в тот же день. Если бы они хотели отложить, эмитенты не получили бы комментарии сегодня вечером. Ну, бейси-вые кобылы пока не приняли, не считается. Это, знаете, как с клиентами в продажах, что пока не оплатил, не считается. Люди могут говорить, что, типа, то я 100% зайду, да кидай счет для оплаты. То я 100% куплю, то я там все, то это. А вот этого числа точно зайду. Ну, то есть, и вот это точно зайду, вот сразу же, можно сказать, спорим, нет. Ну, и большинство людей, они сольются, ну, не в плане спора, а в плане то, что они не следят за словами, за базаром, да. И по факту, ну, как бы, то, что вот эта болтовня, это можно говорить все что угодно. А по факту надо следить за действиями. То есть, те, кто хотят зайти, они делают, ну, либо говорят и делают сразу же, да, либо, соответственно, ну, просто делают, без болтовни лишней. Вот, а вот эта болтовня, что типа, ну, вот-вот-вот-вот, ну, это все такое, клоунада. Visa внедрит технологию в Web3 для обновления своей программы лояльности. Ну, и, насколько мы знаем, что, соответственно, это все для цифровых активов или же CBDC, я думаю, понятно. Потом, соответственно, основатель Мисай объяснил, когда стоит продавать биткоин. Сейчас ваша работа заключается в том, чтобы вы втечели следующие пару месяцев держаться за биткоины так, будто от этого зависит ваша жизнь. Ну, вероятнее всего, будет у нас дамп как раз-таки на понижение ставки. Затем зафиксируйте часть прибыли, когда МВРВ пересечет 2 и 3, положите половину выраженных средств на оплату налогов и используйте вторую половину для игры на деньги, если вам так захочется. Но в первом квартале холдите и разрабатывайте стратегию. Ну, по факту, не знаю, что это за индикатор, но по факту он говорит, что надо следить за ним, когда он будет на пиковых значениях, да. Потом Джим Крамер считает, что биткоин достиг максимум, не знаю, чего у него черные глаза, тут и в сообществе ждут памп. Ну, и по факту, давайте перестанем валять дурака, если вам нужен биткоин, купите его, я, кстати, думаю, что он достиг пика. Ну, и по факту, мы понимаем, что его прогнозы работают наоборот, и эта инверсия Джима Крамер забавная, она действительно работает. Ну, и на самом деле, пришлось проверить дату, чтобы убедиться, что памп произошел не из-за него, и памп продолжится. Вот, ну, я думаю, тут ясно. Формирование бычьего флага не исключает Росолана до 160 долларов, ну, как мы понимаем, у нас падение по Солане какие-то там 160 долларов, не 150, а вот именно 160, да. Два альткоина могут попасть под короткое сжатие и быстро прибавить цене, и что же это у нас? Это XRP и BNB. Ну, как мы понимаем, естественно, сейчас никакого движения там не будет, и у нас, наоборот, идет снижение. Поэтому кто-то говорит, вот у нас шарты побыют, а по факту бают что? Бают ланги. Думаю, понятно. Потом у нас Артур Хрейс говорит, что убедился в устойчивости Солана и прогнозирует дальнейший рост. Ну, как мы видим, Солана дальше падает. Поисковые запросы в Google по Bitcoin ETF достигли максимального значения. Ну, я не знаю, кто там что гуглит и кому интересна эта тема. Вообще, тоже вот эта ментальная мастурбация была в 2020 году, в 2021, в 2022, и вот в 2023. И вот сейчас апогея достигла эта вся тема. Ну, и по факту, как мы понимаем, повысил отметку даже 25%, которая была в конце 2021 года. То есть, многие говорили за это, но, как мы понимаем, вот эта вся тема, это просто больше спекуляция и, ну, ментальная мастурбация. Doggy Coin вырос на 9% на фоне ложных слухов о смерти талисмана Кабуса. Ну, и по сути, мы понимаем, что облюковал какой-то скейншот переписки, что какой-то талисман Кабуса скончался. И вскоре автор удалил пост, написав, что скейншот оказался фейковым. Позже он вообще удалил аккаунт. Ну, и затем Doggy сократил большую часть. Я вообще не знаю, кто это такой и что это. Ну, и какой-то бейтсовый кобылый, типа, вырос на 9%. Ничего он там не вырос, наоборот, упал. Цельсиус у нас предполагает план, предлагает план о регулировании для владельцев крупных счетов в условиях процедуры банководства. Ну, и типа, якобы, будет распределять средства. И уже начинаются пугалки. Да, и вот у нас Цельсиус. Если посмотреть, многие спрашивали за данную монету, стоит ли ее покупать. Ну, в принципе, может быть, что-то она и покажет. Но, по факту, выгоднее тот же Voyager купить. И то больше перспектив. Потому что данную монету очень сильно многие недооценивают. Ее, кстати, накапливает Binance. И уже здесь накопление у нас имеется 600 дней. О, боги, какое совпадение, да. И получается, в потенциале монета может дать 10 кексов. Ну, по сути, щиток, сверхвысокий риск. Поэтому будьте предельно осторожны. Далее у нас распродажа по гринвичу продолжается. И у нас Stepan разблокирует 79,2 миллиона токенов. То есть, разблоки по Stepan, GMT. Ну, я не знаю, кто там сейчас Stepan интересуется. Специально цену, естественно, взвинтили, сколько тут, в 3 раза. Для того, чтобы после разлоков ее обвалить. То же самое у нас по монете ENJ. Да, то есть, взвинтили на хаях, взвинтили тот же TRB. Ну, и получается, как мы понимаем, естественно, сейчас вся эта тема будет у нас консолидироваться. По поводу BONG тоже многие спрашивали. Вот там BONG типа отскок показал. Ну, это все херня на постном масле, на самом деле. То есть, да, 2 икса там на отскоке почти. Но по факту монета дала уже сотни иксов перед этим. Потом у нас поднимется лиценоматика выше доллара после обновления. Нет, не поднимется, потому что фундаментал не работает, а работает график. Сухие факты, поэтому какой там нахер доллар. Ну, доллар это сколько с текущих? С текущих это у нас получается 40%. Ну, на новостях, да, могут быть движения 10-30%. Но по факту сейчас, если рынок падает, то никто там ничего пампить не будет. И это больше спекуляции и вбросы, я думаю, понятно. Потом, соответственно, ралли биткоина продолжается. Может ли резко достичь биткоин 50 тысяч до решения ETF на этой неделе? Ну, и, конечно же, многие рассказывают, что вот бычий прогноз, и у нас будет там 48-50. Ну, а по итогу, ну, как мы понимаем, никаких 50 не было. И, ну, если и будет, то будет, скорее всего, выше 50, чтобы толпа максимально уже залетала. Ну, так оно и происходит. Что произойдет, если цена биткоина достигнет 1 миллиона? Ну, естественно, это на спекуляцию, что вот же там ETF. Потом, соответственно, финансовые системы Lightning Network. Ну, и прогноз предполагает значительное влияние на такие организации, как микростратегия, такие страны, как Сальвадор, а также вызовы для скептиков, таких как руководители центральных банков и защитники золота. Ну, и прогноз включает в себя потенциальное сокращение рабочих мест в традиционных финансах, переходы к заработку биткоинов на работе, а также такие факторы, как принятие на национальном уровне и количественное смягчение. Ну, естественно, на фоне спекуляции, что вот там поймут ETF, и биткоин будет лям. Поэтому какой там лям в этом цикле этого не будет, и вряд ли в следующем. Стояла ли СЕК за фальшивым твитом при одобрении биткоина ETF? Криптоэксперты взвешиваются. Ну, и там, типа, взвешенное решение или как-то обсуждают. Ну, я просто напоржать хотел вам показать. Типа, взвешиваются. Взвешиваются на весах, что ли, или что? Инцидент вызвал спекуляции, теории, заговоры. Некоторые обвиняли СЕК, а другие призывали к прозрачности. Ну, как мы понимаем, естественно, эти и другие могут быть неправы, ну, а как было на самом деле, знают только они. Потом криптотокены искусственного интеллекта, победитель в последнее время. Ну, и, как мы понимаем, что многие криптовалюты, и они, естественно, сейчас рассказывают, что вот у нас что там, тренды с ЧАДЖБТ сравнивают социальные сети, где больше всего, и следят за ЧАДЖБТ у нас, как мы понимаем, показывающие, как быстро с искусственным интеллектом вырос до 100 миллионов пользователей. Ну, и, типа, вот Инстаграм тот же самый, ЧАДЖБТ, ТикТок, Ютуб, Инстаграм, Фейсбук, а потом Твиттер, Спотифай, Нетфликс. Ну, и, по сути, как мы понимаем, этот тренд все растет более и более. Ну, и, конечно же, как я сказал, все это для фейковых новостей может предоставляться. Поэтому по дропам я рассказал по поводу ETF. Естественно, я думаю, это все спекуляции для того, чтобы толпу побыть в обе стороны. Так оно и произошло. Ну, и, по факту, в долгосроке, я думаю, и завтра, и послезавтра нихера не одобрят, перенесут на май-июнь, ну, а потом будут тянуть резины до пика 2025 года. А все почему? Потому что биткоин и ETF у нас принимаются когда? На хаях. И, ребят, если вы... Тот самый проект, основанный на стейкинге искусственного интеллекта, куда я инвестировал лично более 4600 долларов, досконально его проверил и могу быть в нем уверен. Участвуйте со мной в данном проекте, и я, в свою очередь, буду делиться с вами результатами в следующих роликах. Ссылка на проект в описании под роликом. Не готовы к такому повороту событий? То лучше не заходить в рынок, потому что, как мы понимаем, естественно, это все делается специально. Ну, вот, я показываю, как оно было. Вот, биткоин и ETF какой-то в Канаде был принят по 65 тысяч долларов практически. Потом биткоин и ETF в Соединенных Штатах должен был быть принят по 69, как мы понимаем, и после этого произошел дамп. Потом, соответственно, вот у нас CVE, биткоин фьючерсы залистились, и это было на пике 2017 года, было рано. Коинбейс листинг тоже был у нас в апреле перед дампом за месяц, да. Потом прошерекс это было у нас в октябре еще, ну, это район там 60-65 тысяч, да. Потом, соответственно, вот у нас CME запуск, ISE, CME запуск тоже перед дампом 2020 года, Коинбейс IPO, United States, у нас Соединенные Штаты, фьючерс ETF запуск тоже на хаях. Ну, поэтому вот так вот будет запущен и в этот раз ETF, поэтому вы думаете, серьезно, киты не покупают, вот они сидят вот в ожидании ETF на хаях, а потом хопа, блядь, и зайдут, да. Ну, не смешите мои подковы, да. Поэтому в долгосроке ожидаем, естественно, какого-то дампица, что называется, да. Ну, а потом уже, ну, я имею в виду, дамп в ближайшее время, а в долгосроке рост. Но потом, конечно же, после одобрения ETF, вероятнее всего, ну, типа, типа одобрения у нас будет дамп. Поэтому такие мысли, такие дела. Всем удачи, всем пока. Пишите, что думаете в комментах. Ну, и такие мысли у меня по рыночку.